Свой 92-й день рождения он встречает в окружении телевизионных камер. Для ветерана войны Михаила Пролеева каждый прожитый год – это большое событие. Пограничные нашивки на форуме по-прежнему яркие, и фронтовик до сих пор помнит любимую строевую. Выходил на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Михаил Пролеев попал на фронт 18 лет. За войну прошёл почти весь Союз и великую победу встретил на китайской границе. В мирное время продолжил служить в погранвойсках. С тех пор осталось привычкам – каждый день начинать зарядки. Раз, раз, вот так. Ну там, второе – туда, сюда, туда, сюда. В свои 92 Михаил Данилович жалеет только о том, что уже не может всего рассказать. После инсульта память начала подводить. Оживить воспоминания помогают фотографии. В старом альбоме все снимки рассортированы строго по датам. Дети ещё маленькие уже спрашивают, где дедушка, а ты как, как, расскажи, расскажи. Сегодня дом полон гостей. Телефон звонит через каждые 15 минут. Поздравить Михаила Даниловича с праздником и сказать спасибо пришли представители Союза молодёжи. Всего в регионе сейчас проживают 1873 ветерана Великой Отечественной. К каждому из них особенное внимание. Только в прошлом году государство оказало помощь фронтовикам на сумму 25 миллиардов рублей. В настоящее время как раз заключительный этап, можно сказать, обследования ветеранов войны. Просьбы, конечно же, бытового характера. Это ремонт крыш, ремонт заборов, обрезка каких-то аварийных деревьев. Впрочем, о самом главном просить не принято. По словам социальных работников, больше всего ветеранам не хватает общения. По инициативе Белорусского фонда мира, к 9 мая на доме каждого защитника появится памятная табличка, чтобы не забывали. Мария Тройнич, Игорь Хвичиня. Наши новости. Врест.